Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM Добрый день, в эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. «Особое мнение» выходит в эфир вне зависимости от погоды, даже от такой снежной и ветреной, как сегодня. Смог добраться в нашу студию Лев Шварцблат, исполнительный директор Лиги предпринимателей Кировской области, деловая вятка и директор Института бизнеса Лев Давидович. Добрый день. Добрый день. Собственно, ваше особое мнение мы сегодня выслушаем по разным темам. Напоминаю нашим слушателям о том, что на сайте хакирова.ру есть и аудио, и видеотрансляция нашего эфира. И к тому же есть специальная форма там для того, чтобы вы смогли задать вопрос гостю сегодняшнего особого мнения. Лев Давидович, вот только что прочитал на известиях, возможно, неожиданным для вас вопрос окажется. Виталий Мутко обсудил с представителями бизнеса возможность предоставления неких льгот бизнесменам в том случае, если их сотрудники успешно сдадут нормы ГТО. В том числе речь идет о дополнительных днях отпуска для работников частных предприятий. Такими неожиданными инициативами. Вот тут все зависит, в общем, от каких, какая это компания, да, если это там компания с госучастием, Газпром, то я думаю, что им не составит большого труда. Они и так проводят спартакиады, массу там, значит, мероприятий. Вот то, что касается других компаний, но вот та инициатива... Другие, которые не зависят от государства, да. Да, которые не зависят от государства, не получают в таком объеме ресурсы и не продают ресурсы за границу, а занимаются другими видами бизнеса. Для них, конечно, это, наверное, будет сложнее. Вот мне больше нравилась инициатива по поддержке здорового образа жизни, когда там компания могла бы оплачивать своим сотрудникам, но при условии, что это, например... Те же занятия фитнесом, спортом. Да, те же занятия фитнесом, спортом, бассейном, но разрешалось бы это включать в затраты компании, да, чтобы, ну, какой-то, там, хотя бы минимальная налоговая мотивация была. Вот это, мне кажется, была правильная инициатива, а уж там подготовленный сотрудник сдаст он нормы ГТО, не сдаст, ну, главное, чтобы все были здоровы. Ну, и к тому же, наверное, дополнительные дни отпуска могут оказаться критичными, что ли, для самой компании, когда нужно продолжать работать, а человеку на рабочем месте просто нет. Конечно, нет, и, ну, понятно, что там в сегодняшних условиях все стараются минимизировать персонал, и это, наверное, экономически и правильно, значит, мы должны идти путем снижения издержек. В этих условиях у нас и так, в общем, каникулы, если мы посчитаем, да, там, Россия, ну, по-моему, где-то в верхнем топ стран по количеству дней отпуска, да, новогоднего, по сути дела, это уже как бы дополнительный отпуск, 10 дней, плюс вот, там, 28, которые у нас по закону, плюс все остальные дни, то есть надо ли еще какие-то дополнительные дни отпуска к этому добавлять, ну, вопрос спорный, честно сказать. А ваше отношение к такой продолжительности новогодних праздников? Ну, я считаю, что это, наверное, не совсем правильно. Наверное, если было бы меньше дней для экономики, было бы лучше. Хотя, с другой стороны, там, все развлекательные заведения, они, там, зарабатывают основные деньги как раз в это время. Ну, правда, по официальной статистике, все-таки доходы снижаются в последнее время из-за того, что доходы у самого населения, у потребителей, что-то называется. Ну, так или иначе, в сегодняшнем особом мнении мы будем крутиться вокруг вопросов экономики, бизнеса, и начать хочу с темы стремительно падающего рубля и снижения стоимости нефти. Рубль официальный, а, доллар сегодня, официальный курс почти 80, евро уже за 80, баррель нефти в районе 30 долларов. Ну, уже некоторые специалисты высказывались в нашей студии по этому поводу, по поводу прогнозов. Вот, ректор Вятского социально-экономического института, доктор экономических наук Владимир Сизов заявил, что к концу 2016-го вполне вероятно 100 рублей за 1 доллар разделяет такую позицию. И вообще, как оценивать ситуацию? Значит, знаете, это вот уже ситуация, она в какую-то перешла в такую, я бы сказал, игру, когда на самом деле можно сделать прогноз и 200, и 20 рублей за доллар, потому что очень много факторов, которые воздействуют, которые совершенно невозможно предсказать. Вот, я, например, считаю, что к концу 2016-го года будет не 100 рублей, а, может быть, мы к значениям 60 вернемся, потому что это более объективный курс, но вот в сегодняшнем курсе, как мне кажется, да, там, ну, 60-65 это объективная оценка, там, а 10-15 рублей это просто, вот, так сказать, ожидание того, что он еще вырастет. И на ожиданиях, поскольку существует такой ажиотажный спрос, покупают, ну, соответственно, курс растет. Все ожидают, что он будет падать, 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 это уже, как бы, к обычной экономике не имеет никакого отношения, да, то есть тут накладывается психология, это такое, как бы, психологические ожидания. Ну, то есть, если мы все с вами решим, что курс 100 рублей, а сейчас 80, конечно, мы побежим тут же в банк в надежде, что мы купим по 80, он будет 100, мы 20 рублей заработаем, но он 100 и будет. Это даже ажиотаж еще сохраняется, кто-то еще за этим следит. Тут надо разделить, да, тут надо разделить, есть, ну, как бы, население, у которого, собственно говоря, уже свободных ресурсов, наверное, не осталось практически, и тут есть, ну, игроки на рынке, спекулянты, которые, конечно, очень большими обладают возможностями, они, конечно, там больше не напали курс, как бы, доллар-рубль играет, они играют на нефть, вот, потому что, ну, значит, тоже мы понимаем, что у добычи нефти существует какая-то себестоимость, и ниже, значит, себестоимости компании вряд ли могут производить. Плюс там большинство государств, ну, не большинство, а много государств, которые экспортируют нефть, у них все доходы бюджета завязаны на, значит, стоимости барреля нефти. И, значит, когда, ну, кроме того, что существует вот рынок нефти, существует еще такой спекулятивный рынок, да, где, как бы, не реальная нефть, а, значит, там, опционы, фьючерсы, то есть это такая виртуальная игрушка, но это виртуальная игра, она, значит, начинает отражаться на реальной экономике. И, значит, вот, там спекулянты ставят, например, что нефть упадет до 20, до 15, до 10. И, собственно говоря, вот, поскольку много таких людей, они там достаточно большие деньги готовы на это поставить, то это начинает отражаться вот на реальной ситуации. Ну, многие сейчас упрекают правительство страны, Министерство финансов, в частности, за то, что у нас бюджет на 2016 исходит из стоимости барреля в 50 рублей, да, а сейчас уже 30. Ну, понимаете, туда нам нужен, то есть, либо у нас должен быть бюджет в долларах, вот у нас бюджет в рублях, поскольку, как мы все прекрасно понимаем, он очень сильно зависит от стоимости нефти, то, значит, когда разрабатывается бюджет, туда закладываются сценарии. Ну, по-другому мы, к сожалению, пока не можем. Мы хотим все время уйти от этой изуемости, пока это не получается, но и правительство берет вот те цифры, которые были актуальны на момент разработки бюджета, это август, да. То есть, либо им тогда надо там какую-то ставить X, да, и каждый день смотреть, умножать на эту X и там, значит, убирать те расходы, которые уже теперь не вписываются в эту модель, которая получается. Поскольку Присес так сделать не может, ну, вот они, значит, поступали так, как поступали. Сейчас они говорят о том, что, да, мы теперь будем менять, но менять можно практически ежедневно, то есть непонятно, к чему это приведет. А кировский бизнес сейчас в каких вообще взаимоотношениях с валютой? Кредиты, вклады? Значит, ну, жизнь научила, насколько я понимаю, сейчас практически никто валютных кредитов не берет, то есть такой уже, как бы, зависимости нет и таких рисков нет. Я, насколько понимаю, у нас и валютных заемщиков по ипотеке, слава богу, нет, то есть мы все-таки в рублевой зоне живем, и кредиты, и, в общем, все в рублях. Вот, значит, те, тот кировский бизнес, который продает товары на экспорт, он выигрывает, им каждый день все лучше и лучше, значит, с удовольствием смотрят, значит, на экраны. А что мы продаем, напомните? Ну, мы много чего, на самом деле, продаем. Мы продаем кожу, мы продаем кисти, мы продаем, значит, оборудование, мы продаем меха. То есть у нас есть, в общем, предприятие, у нас есть, значит, вот, у нас много делается, например, вот, Маури Плинт предприятие, да, они делают, значит, упаковку продают ее компаниям за границу. То есть у нас достаточно много компаний, которые продают за границу, есть что продавать. Но все компании, у которых были планы начаться, это будут по модернизации производства, и эта модернизация подразумевала покупку зарубежного оборудования, они, конечно, сейчас вынуждены уже считать и, может быть, какие-то свои планы коллективировать. Таких много у нас? Ну, все промышленные предприятия проводят модернизацию, в большей или меньшей степени все, да, потому что жизнь не стоит на месте, появляются технологии, оборудование устаревает, то есть этим занимаются все производственные предприятия, масштабы просто разные у всех, а так такая задача стоит, ну, у 100% предприятия. Я не знаю ни одного промышленного предприятия, у которого не было бы задачи каждый год что-то поменять. Вот интересно, государство присматривается к этим предприятиям, которые торгуют за рубеж и получают валюту, я имею в виду, нет ли там у власти мощных идей дополнительный налог вести сбор, чтобы стричь что-то? По факту они и так дополнительные налоги заплатят, потому что налог на прибыль, он же от рублевой прибыли считается, да, если у вас, ну, валютный контракт остался, условно говоря, было 10 долларов, стало 10 долларов, но рублей-то вы получили там 60 или 80, то вы налог заплатите с 80, то есть фактически бюджет свою увеличенную маржу получит. Еще по теме валюты, как известно, с конца декабря в нашей стране изменились правила покупки и продажи валюты, установлен порог в 15 тысяч рублей, дополнительную анкету нужно заполнять при покупке или продаже, вносить паспортные данные, ИНН и так далее. Вот сами банковские работники говорят, что это, ну, значительно усложнит, удлинит, вернее, по времени процедуру, как к этому новшеству относитесь. Ну, все это обосновывается борьбой с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Ну, вот мы уже вот эту тему затрагивали, когда Платона обсуждали, когда ЕГИС обсуждали, да, то есть вот... А сегодня поговорим еще. Да, у государства все время стоит задача, ну, бороться с теми вызовами, которые вот существуют в реальной жизни, да, вот, там, система ЕГИС, да, почему ее придумали? Значит, мы знаем, сколько у нас случаев отравления некачественным, нелегальным алкоголем. И понятно, что все мы, ну, не хотели, чтобы такие случаи были, а у государства, перед государством стоит задача, ну, минимизировать эти случаи, постараться, чтобы все их исключить. Соответственно, для того, чтобы их исключить, поскольку мы не можем поставить там постового в каждый магазин и контролировать каждую бутылку алкоголя, то мы можем, используя современные информационные системы, разработать систему, в которой мы будем прослеживать путь каждого, значит, единицы алкоголя от производства до продажи в конкретном магазине. Ну, вот в этом и заключается смысл единой государственной авторитетизированной системы. То же самое и с денежными следствами, да, то есть террористы есть, значит, они существуют, существуют нелегальные доходы, существует нелегальная деятельность. Перед государством стоит задача пресекать нелегальное предпринимательство, нелегальную эту деятельность. Это денежные потоки, да, они сейчас перешли, приходят в онлайн, там, в карты, в безналичные перечисления, значит, часть денег уходит за границу. Для того, чтобы это контролировать, надо контролировать, а, тех, кто покупает валюту. Вот это, собственно говоря, одна из возможностей, которые есть у государства. Тут, ну, так сказать, точно нет каких-то экономических ограничений, это именно вот та цель, о которой, как мне кажется, говорят. Насколько это будет эффективно? Свои данные там оставляют? Сложно сказать, сложно сказать, насколько это будет эффективно, ну, посмотрим, да, но, в общем, чем больше мы собираем информации, ведь она накапливается, да, и может помочь и в будущем, да, то есть, если что-то случается, да, начинает расследовать, начинает, как бы, выявлять, и, может быть, это как-то и поможет в раскрытии каких-то происшествий в будущем. А, может быть, тут еще преследуется цель понижения внимания к иностранной валюте, к ее покупке, потому что, ну, многие ведь люди боятся, да, оставлять свои личные данные. На самом деле, ваши личные данные при покупке валюты брали и раньше, то есть, ну, там... Паспорт всегда нужно предъявлять, да, было. Да, сканировали паспорт, поэтому, ну, добавилось ИНН, собственно, идентифицировать человека по паспорту не так сложно, да, вот добавление там ИНН других, ну, просто облегчает поиск в информационной базе данных, как мне кажется. Давайте теперь поговорим о новшествах, о некоторых новшествах, не о всех, которые действуют с 1 января 2016 года. Ну, как известно, у нас запрещен с 1 января ввоз 17 видов турецкой съестной продукции, да, это капуста, клубника, апельсины, мандарины, томаты, огурцы и так далее. Нереализованная турецкая продукция уже у нас уничтожается. Российским компаниям запретили принимать на работу граждан Турции и при въезде в Россию для нефти ввели визовый режим. Вот по вашим оценкам эти меры, какие возымеют последствия? Честно сказать, я вот, скажем, меры по ограничению импорта продовольствия, значит, у нас уже есть, мне кажется, не очень позитивный опыт, когда мы запретили импорт из Европы. И, в общем, сейчас есть продукты, по которым там, ну, большая или меньшая часть населения скучает. Вот, ну, видимо, значит, пошли тем же путем. Я не очень приветствую, тем более, что у нас, ну, страна северная, у нас по климатическим особенностям часть просто продукции мы не можем вырастить и не можем ее заменить. И найти другие страны, которые готовы поставлять, достаточно сложно. Поэтому, чем больше продукции на рынке, тем лучше потребителям. Да, там, кого-то устраивает качество, кого-то не устраивает. Но у человека должен быть правого выбора. А чиновники эти говорили противоположным о том, что мы легко найдем, заместим той же среднеазиатской продукцией, с этими овощами. Смогли или не смогли, когда будем приходить в магазин, если мы увидим там, значит, разнообразие. Но ведь факт тот, что не случайно у нас была турецкая продукция, да, то есть это ведь не так просто организовать производство, организовать логистику, организовать продажи. То есть это не, как бы, не один день на это потребуется. И вопрос, есть ли эта продукция, какого она качества, есть ли логистика, какая будет цена, когда она дойдет до полки. Поэтому это, ну, как бы, не очень хороший, конечно, путь, как мне кажется. В единочайстве систему не перестроить. Не перестроить, да. Ну, представьте, да, там, вот какая у нас страна, и, значит, вот, то есть связи нарабатывались годами, теперь их обрубили, и нужно какие-то новые связи восстановить. Конечно, это там, это ведь все и в том числе требует финансовых затрат. Значит, кто их будет нести, какое время понадобится. И в нынешнем состоянии рынка, когда и так, как бы, спрос не так велик, да, а если, значит, продукция, там, по более высоким ценам, ну, вопрос, кто ее будет покупать, и дойдет ли она вообще до прилавка. А достаточно серьезное удорожание некоторых видов овощей на прилавках кировских магазинов связано с этим напрямую? Ну, нет, это, конечно, все звенья одной цепи. Все это взаимосвязано, и мы прекрасно понимаем, что чем меньше конкуренция, тем выше цена. То есть единственный рыночный способ уменьшения цены – это конкуренция. Когда много товара, то, значит, производители начинают уменьшать цены, снижать издержки, уменьшать свою рентабельность. Когда нет конкуренции, ну, зачем им этим заниматься? Они могут любую цену нарисовать, и, собственно говоря, значит, потребителю деваться некуда. Он будет вынужден покупать по той цене, которая есть. Я так понимаю, что, на ваш взгляд, лучше было бы уж турецкие, то овощи и фрукты остались. Все-таки. Ну, да. Вот они-то точно ни в чем не виноваты. А тогда как нужно было отвечать? Турции за сбитый бомбардировщик? Во-первых, то, что мы запретили ездить туда туристам, это уже сам по себе достаточно ощутимый удар. И мне кажется, что… По экономике Турции. По экономике Турции, да. Его, наверное, было бы достаточно. Надо ли расширять санкции, но пока такое решение принято, посмотрим, как ситуация будет дальше развиваться. Ну, про эмбарго еще продуктов с Украины тоже. Тоже с 1 января 2016 года там много видов продукции вывозилось. И молочка, и мясо, и так далее. Тоже все звенья одной цепи. Это тоже усугубит ситуацию, да? Ну, да. Хотя я не знаю, были ли украинские продукты на прилавках наших магазинов? Наших магазинов точно нет. Точно нет, потому что вот как раз по этой товарной группе, значит, молочная продукция, там, сыры и так далее, здесь у нас потенциал для роста, для развития есть. И мы, ну, действительно, свой рынок подтолкнули, да. У нас там и сыр, надо сказать, появляется теперь, пока уступающий по качеству, но, по крайней мере, тенденция к росту есть. То есть, у нас все-таки северная страна, и то, что касается фруктов и овощей, нам заместить сложно. Даже если мы построим теплицу, то мы понимаем, что фрукты, выращенные в теплице и под открытым солнцем, это два разных продукта. Поэтому тут все-таки надо, ну, к разным продуктам по-разному подходить. Местные, российские, наши кировские производители сейчас в этой ситуации что могут сделать? Они подтолкнет ли их к развитию? То, что надо, как бы, заниматься сельским хозяйством, это вообще путь правильный. Вот, надо просто, исходя из климатических особенностей нашей области, находить те ниши, которые здесь, ну, так сказать, наименее рискованно позволяют себя реализовать. Такие ниши существуют, и много мы проектов знаем, и в том числе у людей, которые у нас учились, реализованных, которые, в общем, достаточно успешно в сельском хозяйстве работают. Просто сейчас, конечно, для них ниши освобождаются, это, может быть, более просто становится. Но я надеюсь, что там тяга к земле, она увеличится. Нужна ли в этом случае какая-то еще более весомая поддержка со стороны государства? Да, поддержка здесь в сельском хозяйстве нужна и без государственной поддержки, как показывает, даже мировой опыт нигде в мире не обходится. То есть сельское хозяйство это та отрасль, где государство реально должно помогать своим производителям. У нас система департамента сельского, министерства сельского хозяйства в виде грантов, субсидий она существует. Она требует расширения, но это, опять же, затраты бюджета. Вопрос, есть ли сейчас у бюджета такие возможности. И, значит, как вот в этой ситуации быть, как найти золотую средину, чтобы мы и все-таки развивали сельское хозяйство, и нам бы хватило на это средств. Как известно, по данным Минсельхоза у нас Кировская область заняла первое место по увеличению темпов производства молока. Вот для экономики-то региона, для экономики страны что это значит? Ну, это вообще хорошо. То есть у нас, в общем, надо сказать, что в постсоветское время мы не потеряли молочный рынок. Он просел, но он сейчас восстановился, он увеличивается. У нас достаточно много хозяйств и больших, и средних, которые производят молоко. И что отрадно, у нас появляются и фермеры в Кировской области, которые уже реально продукцию производят. И это, значит, вот, ну вот, у нас был период, когда фермеры, значит, какое-то было массовое движение, да, потом они, к сожалению, все ушли с рынка. Вот сейчас это более точечно происходит, но, мне кажется, более эффективно. Ну, как известно, 2016 и наступивший год, это год фермерских хозяйств в Кировской области. Насколько обоснована, на ваш взгляд, такая тематика и, собственно, наполнение-то этого всего? Ну, там ясно, что будет поддержка. И в том же Минсельхозе мы на хорошем счету в этом году. Это путь правильный, потому что, ну, вот, значит, если мы посмотрим на тех людей, которые живут на территории Кировской области, с заключением Кирова, да, у них какая альтернатива? Ну, то есть, либо им уезжать в Киров, искать здесь какую-то работу, значит, либо вот, ну, какое-то организовать, например, производство. Какое, да? То есть, там, значит, больших производств нет, как правило, там вакансий, ну, тем более с хорошей зарплатой тоже нет. Вот фермерское хозяйство, это для тех людей, которые любят работать на земле, это очень хороший выход. Тем более, что, действительно, сейчас ниши освобождаются и, значит, поддержка государства существует. То есть, в этом направлении те, кто готов работать на земле, это очень хорошая альтернатива. И, значит, люди задумываются об этом, начинают такое производство организовывать. И, в общем, это правильный путь. По официальным данным у нас в регионе порядка 300-400 фермерских хозяйств. Вот, на ваш взгляд, до такого региона, как наш, это много, мало? Ну, мне кажется, реально меньше. Меньше? Мне кажется, реально гораздо меньше, может быть, там, эффективно работающих. Ну, то есть, одно дело статистика, да, там, все ли они живые, сколько они производят продукцию. Мне кажется, что более-менее... Вы имеете в виду, может быть, они зарегистрированы, но реально ничего не производят, да? Или очень мало производят, и там, вообще, так сказать, у них товарной продукции практически нет. Мне кажется, что реально работающих сейчас, может быть, 40-50. Вот, конечно, если бы эта цифра была 300-400, то это... Ну, то есть, вот потенциал для Кировской области, наверное, вот там, 300-400-500 такие есть. Но мы очень далеко еще от этого потенциала. Ну, вот итоги года фермерских хозяйств в Кировской области вам какими видятся? Ну, если бы у нас там еще бы процентов на 20-30 количество фермеров увеличилось, и самое главное увеличилось количество их продукции, которые они продают, то это было бы замечательный результат. Она будет востребована? Она будет востребована, совершенно точно. Она, конечно, дороже по цене, но у нас есть категория людей, которые готовы заплатить. Значит, у них тоже должна быть альтернатива. То есть, они там... Подождите, а для богатых, что ли, получается? Только бы для избранных продукций? Ну, для более богатых, я бы так сказал, да. Ну, фермерская продукция, она не может... Она должна стоить дороже, чем обычный продукт промышленного производства в магазине. То есть, она производится как бы меньшими партиями, там больше натуральных продуктов, там больше ручного труда, поэтому его цена будет выше. И это в 8 миле так и происходит. Есть разные продукты, да, есть продукты в обычном магазине, у них одна цена, есть фермерские рынки или фермерские магазины, там цена всегда выше. Насколько выше, это вопрос уже другой. То, что точно выше, это так и есть. А может быть, еще подумать о снижении, облегчении контроля за фермерами? Или этого делать не надо? Ну, вы знаете, за ними, на самом деле, такого большого контроля и нет. Там единственный ветеринарный контроль, когда они продукцию, но он как бы и должен быть, да, потому что потребитель должен быть уверен в качестве продукции. А в основном, ну, такого как бы контроля над ними не существует. Я напомню, что это особое мнение Леваш Шварцблата, исполнительного директора Лиги предпринимателей Кировской области, деловая вятка и директора Института бизнеса. Сейчас у нас традиционная реклама, после которой мы вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня это особое мнение Леваш Шварцблата, исполнительного директора Лиги предпринимателей Кировской области, деловая вятка, директора Института бизнеса. Мы еще не закончили с теми некоторыми новшествами, которые начали действовать с 1 января наступившего года. Вот еще одно. В целях борьбы с недобросовестными налогоплательщиками предприятия теперь должны отчитываться по налогу на доходы физических лиц раз в квартал. Про срок на 10 дней будет грозить приостановлением операции по банковским счетам. Неплательщиков, по данным нашего управления Федеральной налоговой службы, кировские предприятия в общей сложности задолжали по НДФЛ порядка полумиллиарда рублей. Вот такое новшество. Ну, тоже, конечно, не очень приятное новшество для всех налогоплательщиков. Тут тоже надо все-таки разделять. Есть две ситуации. Есть ситуация, когда предприятие по независимым от него причинам оказалось в сложной ситуации. И тут, конечно, государство в лице налоговой инспекции должно идти навстречу, давать реструктуризацию для того, чтобы тщательно не погубить предприятие. Рынок сам по себе ставит всех в такие условия, что все могут оказаться в тяжелой ситуации. Это, собственно говоря, есть смысл рынка. Кто-то работает лучше, кто-то работает хуже. Но есть и, к сожалению, предприятия, которые, так сказать, недобросовестные, которые, имея возможность заплатить, умышленно это не делают. Вот сможет ли налоговая инспекция разделить? А каков их процент? Сложно сказать. Сложно сказать. Сейчас, тем более, видите, ситуация усугубляется. Кризис, неплатежи какие-то возникают. Потом оно, так сказать, он очень стремительно развивался. То есть, может быть, предприятие что-то спланировало, действовало. И совершенно неожиданно для себя оказалось в этой ситуации. То есть, никто никуда не выводил деньги, не прятал, не увозил их за границу. Но просто в силу экономических причин оказался в такой ситуации. Кому-то, значит, кто-то не заплатил. И по цепочке эта вся ситуация тянется. То есть, он работы выполнил. Он совершенно добросовестно все поступил. Но с ним не рассчитались. Вот как быть в этой ситуации? То есть, там мгновенно найти какую-то большую сумму денег нет. А у любого, собственно, руководителя, предпринимателя стоит дилемма. Вот у него есть персонал. И надо людям платить зарплату. Но одновременно с этим надо заплатить все налоги. А когда денег не хватает, да что он выбилет? У каждого семья и так далее. И, может быть, у кого-то это единственный источник дохода. Поэтому, конечно, в такой ситуации предприниматель платит работникам. Соответственно, он становится задолженником перед государством. И как вот в этой ситуации поступить? Тоже вопрос сложный. А при остановлении банковских счетов это все? Это гибель предприятия будет значить полное, да? Это, так сказать... Прекращение деятельности. Прекращение, по сути дела, деятельности. Потому что все поступающие платежи будут списываться на погашение налогов. Соответственно, предприятие... Ну, кстати, если у него есть какие-то там производства, да, и ему нужно платить, скажем, электроэнергию, еще что-то такое. Он не может заплатить, он не может спланировать, куда ему деньги тратить. И все. Предприятие остановилось. Ну, и может закончиться банкротством. И тогда уже точно никто ничего не получит. То есть вот здесь надо научиться нам всем, и там, муниципальной власти, и налоговой инспекции, в этой ситуации все-таки различать, по какой причине вот этот форс-мажор предприятия случился. И для тех, кто готов работать, все-таки находить вариант, как нам это предприятие вытаскивать. Таким образом, вполне возможно, что преследуя цель увеличения налоговых платежей, мы будем... Губить. Губить потенциально тех, кто может еще вырасти. Ну, наверняка, консультации-то с налоговой и с бизнес-сообществом проводились на эту тему? Встречались, разговаривали? Какие мнения звучат? Ну, вот это как раз у нас такая, значит, проблема, что у нас очень часто новшества вводятся, они совершенно не согласованы с бизнес-сообществом. Или они получили уже отрицательный отзыв, но все равно вводятся. Но большинство новшеств, к сожалению, до сих пор вот этой процедуры согласования и обсуждения ее нет. А кто должен ее инициировать? Значит, бизнес-сообщество готово. И когда спрашивают, так сказать, всегда очень конструктивно все мы относимся к предложениям. И не то, что там в одну как бы сторону, всегда стараемся найти компромисс, учесть и, значит, требования и пожелания государства, найти какой-то компромиссный вариант. По большей части, значит, не спрашивают, к сожалению, со стороны власти. И, значит, говорят, ну вот такое решение, оно принято, оно политическое, его надо выполнять. Ну и, значит, вот мы каждый раз оказываемся в такой какой-то странной ситуации, когда нам вроде обещали. Ну, вот это последний раз, в следующий раз мы точно вас спросим. В следующий раз точно так же происходит. И вот эта ситуация, она как раз хуже всего для бизнеса. Хорошо, еще одно новшество, о котором мы сегодня упоминали. Единая государственно автоматизированная информационная система, к которой должны быть подключены все точки розничной продажи алкоголя, и кафе, и магазины. Тоже дополнительная нагрузка, да, ведь для предпринимателей это модернизация, оборудование, покупка нового оборудования. Да, ключи и так далее, дополнительные, значит, затраты на учет, на бухгалтерию и так далее, и так далее. Да, это дополнительные затраты. Дополномоченный по правам, по защите прав предпринимателей в нашем регионе Андрей Ваевилов говорил, что самая максимальная сумма, которую придется выложить за подключение к этой системе, порядка 70 тысяч рублей. Ну, она разная, она зависит от размеров, точек и так далее, но, по-моему, не 70, но, может быть, у нее какие-то другие данные, вот я, насколько знаю, там от 5 до 14 тысяч рублей, но, в общем, это тоже средство, да, которое, так сказать, вот никто ведь не подарил, да, их надо, значит, изыскать из оборота, их надо заплатить, вот, но, с другой стороны, значит, это общемировая практика, мы тоже уже это, значит, обсуждали. Движение в стороне цивилизации. Да, это, значит, вот канадский опыт, по которому мы идем уже много лет, и вот то, что сейчас говорят о том, что, например, там в маленьких магазинах заплетят алкоголь и так далее, это вот, значит, то, что давно уже реализовано в Канаде, и в конечном итоге, думаю, что мы придем к тому, что у нас там, например, в центре города алкоголь нельзя будет купить, будут большие магазины за чертой города, куда нужно будет специально поехать, причем отдельно пивной магазин, отдельно, значит, там, крепкий алкоголь, то есть вот мы к этой системе придем, но и система вот автоматизированного учета, она именно так и работает, то есть когда прослеживается путь, значит, каждой бутылки алкоголя от производителя до прилавка или до, значит, вот конкретного там бара и ресторана, и мы с вами можем там, скоро, я думаю, что по пиар-коду, по штрих-коду проверить, значит, действительно ли это, легальный ли это алкоголь, где он произведен, когда, и, так сказать, в общем, убедиться, что нас там не пытаются отравить чем-то. — Так что, эти многочисленные маленькие магазинчики, торгующие в том числе и алкоголем, они должны подзакрываться, что ли, сейчас? — Рано или поздно, я думаю, что вот такой шаг будет сделан. Почему подзакрываться? Они могут сменить профиль, они могут сменить профиль, но вот если мы смотрим... — Перестать торговать спиртной. — Да, то есть если мы идем все-таки по канадскому опыту, то, значит, он заключается именно в том, что в центре города, в небольших магазинах продажа алкоголя запрещена, это все вынесено за город, за центр города, большие специализированные магазины, где легко контролировать, там, кто покупает, сколько покупает, какой алкоголь туда поступает, именно там все и происходит. — Но не снижение ли это, конкуренция опять, о чем мы говорили сегодня? Чем больше игроков на рынке, тем полезнее. — Ну, выбирая, значит, между... Все-таки, понимаете, алкогольный рынок, он достаточно специфический, потом, а ведь нет ограничений, сколько крупных магазинов может быть построено, да, их, пожалуйста, значит, вот. — Потом бары, рестораны, кафе, маленькие точки, их никто не запищает им работать, то есть, ну, так сказать, пошел, там, другое дело, что ты когда домой покупаешь, да, вот, значит, именно на это направлено. И все-таки выбирая между тем, что люди травятся и, значит, там, легальный алкоголь, ну, мне кажется, что вот это путь более правильный. — К теме транспорта хочу перейти сейчас. Имею в виду то, что президент Путин поручил правительству до 1 апреля этого года подготовить предложение по отмене транспортного налога для большегрузов, дабы снизить нагрузку на такого рода предпринимателей в связи с введением той самой системы Платон. Разумно, на ваш взгляд? То есть тут взяли, а тут дали. И дадут ли вообще? — Да. Конечно, и все предприниматели отмечают, что транспортный налог, ну, существенно меньше, чем вот те платежи, которые они платят. — Поменьше, да. — Ну, и тоже, кстати, уже там много раз обсуждали. — И как раз-таки с 1 апреля ведь плата по системе Платон вырастет в два раза. — Да. Ну, если, опять же, ее не скорректируют, учитывая вот те настроения, которые существуют. То есть у нас есть акциз в цене бензина, который мы все, значит, упользуем автомобилем, платим, в том числе и вот те, кто ездит на больших автомобилях. Причем понятно, что если это автомобиль большой, расход бензина или дизельного топлива большой, акциз, который они заплатили, он тоже большой, да. Теперь им говорят, ну, вот, значит, у вас там автомобиль большой, вы портите дороги, давайте вот мы еще, значит, вы будете платить нам, вот, и мы эту систему Платон разработаем. Ну, и у вас ведь еще автомобиль есть, вы еще и транспортный налог заплатили, да. Получается, тройное налогообложение одного вида бизнеса, да. Ну, плюс там еще, может быть, и НВД, или там обычная система, или упрощенная система налогообложения. То есть еще налоги связаны, собственно, с этой деятельностью, да. То есть вот слишком много, мне кажется, налогов на, значит, ну, если транспортный налог уберут, уже будет. — Ну, хоть что-то, на ваш взгляд, да. — Да, хоть что-то, хотя, конечно, это общее увеличение налогового времени не заменит. То есть налоговое время увеличится, тарифы на перевозку увеличатся, соответственно, там, сколько процентов тариф занимает в цене, в конечной цене продукции, цены на эту величину увеличатся. — А ведь дорожные фонды пострадают в случае отмены транспортного налога? — Ну, я так понимаю, что система «Платон» как раз и компенсирует дорожным фондам. То есть они аккумулируют деньги, и потом их, собственно говоря, направляют на ремонт дорог, ну, вот те, по которым, соответственно, там же система «Платон» позволяет учитывать проезд, да, по какой дороге, сколько ездило, соответственно, где больше вред нанесен, и, соответственно, этим дорожным фондам на ремонт именно этих федеральных дорог эти средства будут направляться. — Кстати, да, в нашей студии министр транспорта Кировской области Альберт Запольский заявлял о том, что деньги, вот, взимаемые по системе «Платон», в первую очередь, он будет просить на строительство западного обхода. Как вы думаете, реально? — Сложно сказать. Ну, то, что вот мы очень много ездим по стране на машине, и, значит, вот, когда мы начинали, там, больше десяти лет назад, было много городов, где не было объездной дороги, где мы ездили по городу. Сейчас осталось два города, к сожалению, это Киров и часть города Волгограда. Все остальные города имеют объездные дороги, и мы в них не заезжаем. — Вот чисто морально пора бы уже, да? — Ну, уже перезрелась ситуация, и, конечно, это нонсенс в 21 веке, то, что у нас весь поток идет по городу. На сути, уже сейчас практически по центру, можно сказать, да, с учетом того, что город разросся, улица производственная, это, ну, практически уже там. — И еще об автомобилях. Вот Госдума снова заботилась таксистами-нелегалами. Есть предложение поднять штрафы для них в 5-6 раз. Сейчас штраф для ненегала 5 тысяч составляет. Соответствующий законопроект уже принят в первом чтении. К тому же планируется ввести ответственность для диспетчеров служб такси, которые передают заказы нелегальному, опять-таки, не имеющему разрешения таксисту. Верный подход, на ваш взгляд? — Ну, вот опять же, давайте вот с точки зрения посмотрим обычного человека, да, то есть вот кто такие нелегальные таксисты? Это люди, которых нет работы, может быть, временно нет, может быть, постоянно нет работы. — Либо подработка. — Либо какая-то подработка, да. Вот, ну, в ситуации кризиса, ведь я не думаю, что они там получают очень большое удовольствие от того, что они там вечерами или по ночам ездят на своей машине, да. Для них это, ну, может быть, там выживание их или там их семьи, да. Там сколько у них, какой у них доход, да, сколько там человек может работать в этой семье, мы ведь не знаем. Поэтому вот в нынешней ситуации, мне кажется, что это совершенно неправильный шаг, и нельзя лишать людей возможности заработать. Ну, давайте мы иногда какую-то альтернативу дадим. А что мы им предложим? Пособие в центре занятости или у нас, может быть, там какой-то рынок труда открылся. То есть, мне кажется, что сейчас, ну, явно не то время, когда нужно с этим бороться. — Зато якобы легальные таксисты хорошо заживут, раз у них заказов больше будет. — Значит, понимаете, вот если человек подрабатывает, он не может быть легальным таксистом, да, значит, у него нет на это возможности. У него там есть какое-то время, ну, которое он может этому посвятить. Соответственно, ну, вот ситуация кризиса, это все-таки не самый верный шаг. То есть, то, что мы к легальному рынку такси должны приходить, это правильный путь, но, может быть, не сейчас, а там, ну, годика бы через два. — Подождать предлагаете на сей счет. У нас остается буквально две минуты. Я напомню, что это особое мнение Льва Шварцблата, исполнительного директора Лиги предпринимателей Кировской области «Деловая вятка» и директора Института бизнеса. Ваши прогнозы, бизнес-прогнозы на этот год? Ну, обо многом мы сегодня уже сказали, да, и вот эти новшества, конечно. — Вы знаете, я бы хотел ко всем нашим радиослушателям обратиться. Значит, вот очень часто спрашивают, там, а лучшее или не лучшее время начинать бизнес. То есть, вот на мой взгляд, именно сейчас время очень подходящее для этого, потому что, ну, значит, если вас там что-то не устраивает на работе, да, то найти альтернативу очень сложно, рынок труда сжался. Но, с другой стороны, сейчас, как бы, время для того, чтобы стартоваться своим бизнесом, оно очень благоприятное. — С чего начинать? Вот конкретно? — Значит, самое главное, если у человека есть инициатива, у него есть интернет, он может найти в интернете, может пойти к нам, может пойти в другой, значит, пункт, который занимается обучением предпринимателей, и понять вообще, надо ему это или нет. Но то, что это время сейчас очень благоприятное, это совершенно точно. — Ну, так сложилось, да, когда стало исторически, когда время кризиса — это время мощных успешных стартапов. — Люди должны взять для себя ответственность за свою судьбу, и у них сейчас такая возможность есть. — Ну, а действующие бизнесмены? Что с ними будет, на ваш взгляд? — Это, значит, зависит от того, как этот человек двигался, как он развивался, какой у него бизнес, какой ниша он работает и что он может в этой нише сделать. То есть кто-то развивается, кто-то сокращает издержки, то есть у всех как бы путь разный, тут универсального рецепта не существует. — И даже у крупного бизнеса, достаточно стоящего хорошо на ногах, риски большие сейчас. — Риски большие, потому что на какой рынок он работает? Продает ли он на экспорт, продает ли он внутри рынка, продает ли он продовольственные товары или непродовольственные, с кем он работает, да, какие у него есть, насколько он закредитован, да, значит, какие у него производственные мощности, современное оборудование, несовременное, какой у него маркетинг, какой у него персонал, сколько он вкладывал в это. Вот это те факторы, которые влияют на судьбу каждого предприятия. — Вот так все непросто и нелегко. Спасибо. Заканчивается программа «Особое мнение». Лев Шварцблат, кстати, со Старым Новым Годом. — Спасибо, и вас тоже. — Всего доброго. — До свидания. Особое мнение на 101FM